Всем доброе утро! Доброе утро, друзья! Сегодняшний наш ролик это распаковка аромата, который я купила совсем недавно. Это моя первая покупка La Creme de la Creme. Здесь лежат... Нет, неправда, это нет, это их... А, да, это пробник, один пробник, и еще один пробник, и еще один пробник. Ассоциация этого аромата именно с черным цветом. Не зря, они, знаете, вот коробочку тоже сделали черной. Так, ну что, друзья? Да, я тестировала в La Creme de la Creme, рассказывала про этот аромат, чудесный. Мне написали в комментариях по тем роликам ужас ужасный, это страшно, это конопля. Вы знаете, я не знаю, и никогда не нюхала коноплю. Я не знаю запах конопли, что это такое. Когда я еще его не тестировала, то я прочитала в интернете, сейчас вам точно расскажу, какие там ноты. Амбровый, дымный. Вот мне как раз-таки этот аромат, когда я его нюхала, знаете, напоминал такой запах горелой деревяшки. Запах горелого дерева. Возможно, что-то как костер. И немножечко, чуть-чуть пробивался такой запах мхана. Что-то вот когда ты ассоциация, когда ты находишься в лесу, где-то немножечко тлеет уже, знаете, или разгорается дерево в костре. И ты идешь вот как-то вокруг этого костра гуляешь, и там мох. Немножечко, как прошел дождь. И этот мох вместе в сочетании вот с этим костром, с этим запахом дерева, которое разгорается. Вот эта ассоциация вроде бы и влажный, но вместе с тем такой, знаете, очень густой. Вот реально аромат, когда его наносишь, он такой, знаете, густой и смоленистый. И вот как раз, наверное, вот этот запах немножечко такой густоты, он как будто бы исходит вот от этого, от этой деревяшки, которая уже сгорелась. И она уже такой, знаете, как немножечко даже уже прогорела и появляется как угольки. И вот как раз-таки этот, вот именно этот момент, запах, вот это сочетание, оно мне безумно нравится. Написали, что он тяжелый, что он фу-фу-фу, бе-бе-бе. Нет, мне он не тяжелый. Он, знаете, как будто бы меня вот, когда сутки он был у меня на руке, я постоянно вот так делала. Он как будто бы меня обволакивал. Ну вот у меня лично такие ощущения. Бальзамический. Я не знаю, что такое запах бальзамика, каннабис, тем более. Вот я знаю, что такое древесный. Да, я вот вам уже только что рассказала про именно древесный. Удовый. Я тоже не знаю, что такое удовый. И уж тем более фужерный. И как раз вот теплый, пряный, вот он, наверное, именно вот смоленистость, вот такая тягучесть, наверное, вот это дает. Табачный, да, кстати, немножечко есть такого, да. Когда я прочитала, что там табачный, вот он, знаете, кстати, вот я сейчас, очень часто, сейчас очень популярно, особенно у молодежи, вот этот, как это называется, то, что не сигареты, не сигареллы, а именно в такой вот как, ну вы поняли, да? И вот очень часто где-то, если идешь в городе, прямо вот если кто-то вот это вот подтягивает, то оттуда вот как раз-таки такой запах иногда табачный. Табака с примесями, он немножечко горько-сладкий бывает. И вот как раз, когда я тоже нюхала на руке в течение суток этот аромат, вот мне тоже запах табака напоминал. Иногда вот такая ассоциация, то древесный, то уголек, то мох, то сочетание их, то, когда очередной раз, то, знаете, в голове ассоциация с табаком. В общем, хочу вам сказать, друзья, что мне очень-очень он понравился. Я не знаю, кстати, надолго ли это будет мой фаворит. Один пшик, я знаю, да, и мне Лена Батова сказала, и также я читала как бы в комментариях, в интернете. И также я буквально мне, консультант в магазине, сделала один пшик на руку, и мне этого было вполне достаточно. Целые сутки я просто ходила и наслаждалась именно ароматом с руки. И, кстати, вот я частенько делаю вот так. Я наношу сюда, на руку, и потом как бы распределяю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы если в транспорте, например, я где-то еду, или где-то прохожу, и мне не нравится запах, который откуда-то доносится до меня, то я сразу делаю вот так. Вот сейчас он на руке. Я не чувствую его здесь, но на руке он сейчас. Такое, знаете, именно дерево, горящее дерево, и запаха аромата мха я не чувствую. Только дерево, такое вот уже деревяшки, которое разгорелось. Вот от нее такой яркий идет запах. Возможно, он немножечко посидит на коже, и будет запах что-то другого, ассоциация. Но сейчас он такой очень-очень густой на руке, очень густой. Несладкий вообще. Сейчас, он немножечко как бы стал более приглушенным. И сейчас вот как раз тот момент, который мне в нем изначально понравился. Именно приглушенный, не яркий, не давящий, а вот какой-то такой. Так, ну ладно, друзья, давайте мы потестируем. Мне очень интересно, знаете что? Вот этот Садо Наса. Да, вот, друзья. И что нужно сделать? Наверное, нужно сделать... Так. А, вот, смотрите, я на руку. Сейчас посмотрим, что же это такое. Очень необычный. Очень-очень. По мне сначала кофе. Вот этот. По мне сначала кофе. Я чувствую запах кофе. И запах что-то неприятного. Знаете, как грязного нижнего белья, если честно. И сейчас еще больше мне идет аромат именно грязного белья. Нижнего. Нижнего грязного белья. Может быть, даже не нижнего. Немножко, может быть, как бомжом. Фу. Друзья, вот сейчас точно фу. Реально фу. Возможно, он должен немножечко постоять на коже. Но сейчас еще больше и ярче грязное белье. И даже, возможно, испражнение. Не знаю, друзья. Конечно, нет. Мне он 100% не нравится. Я посмотрела, друзья, по поводу вот этого саду наса. Какие ноты. Верхние кожаные, нижние амбровые. Посередине немного мускусного дыхания. Но вы знаете, вот сейчас как раз, да. Сейчас как раз кожа. Именно ассоциация с кожей и запах кожи. Но сначала был, да, прямо знаете, как ссаные тряпки. Простите. Очень необычный. Я думаю, что, конечно же, я посмотрела, что стоит он. 130 евро в La Creme de la Creme. И 23-го года выпуска. А, кстати, Black Afghan, по-моему, 2020-го года. Так что нет, саду наса точно не моют даже близко. Запах кожи мне на самом деле, вот такой, знаете, очень яркий запах кожи. Мне не нравится. А сейчас он, знаете, запах кожи перемежается с грязным бельем. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Напишите, кстати, возможно, кто-то тестировал, с чем у вас ассоциация именно с саду наса и, кстати, с Black Afghan. Вот с чем у вас ассоциация. Давайте откроем вот этот аромат. То, что я вам... На пальце, потому что... А, или давайте вот сюда, точно. Ой, вы знаете, друзья, я сюда положу, потому что, чтобы не запутаться, что же это такое. Помните ли вы наверняка моего возраста и даже чуть помладше люди помнят вот этот, знаете, гриб, который был в банке, да, он был очень вкусный. И вот... У меня первое впечатление, вот, когда ты нюхаешь этот аромат, это вот этот гриб. Реально, у меня ассоциация с этим вот грибом. Очень вкусным. Ну, от него, когда вот вы снимали с банки, помните, марлю, то от него вот шел такой, именно такой аромат кислый. Значит, смотрите, друзья, здесь Бараонда, вот так называется. Основные аккорды древесные, солодовые. Вот почему мне, вот почему мне изначально, как вот этот гриб. А вот сейчас очень-очень вкусно пошло. Сейчас цветочный, розовый, цветочный, амбровый. И вот как раз-таки вот этот сейчас пошел у меня цветочно-амбровый. Тоже вкусно, но я бы, знаете, вот этот аромат, все-таки, вот, все-таки бы для себя, я бы этот аромат причислила к сладким. Он не горький, то есть у него не было ни одной, как бы, да, вот то, что я нюхала ни одного момента гурькости. И сейчас как раз-таки вот ушел, да, гриб, и пришло что-то кисло-сладенькое. Угу, такое еще довольно интересное. Я потом его, кстати, нанесу сюда куда-нибудь, сюда или сюда. Да, оно само-то, ой, вернее, конечно, саду нас, 100% не мое. Мы с вами распаковали аромат Black Afghan. Буду им пользоваться пока. Но, знаете, вот у меня, я не уверена, что он мне через какое-то время не разонравится. Так уже было с многими ароматами. У меня был My Barbar, они до сих пор есть, два аромата. У меня есть три аромата Mugler, и у меня был аромат Chanel номер пять. Я подарила его невестке, потому что тоже через какое-то время он мне разонравился. Я не знаю, сколько я, насколько будет мне и долго нравится этот аромат, но по-живому видим. Вы знаете, да, вот этот все-таки очень-очень интересный. Надо будет его потестировать потом на руке. Все, спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Расскажите мне, пожалуйста, свои впечатления. Кто обязательно потестит, обязательно потестите. Если у вас есть в магазинах этот аромат. И потом расскажите, что же вам понравилось в этом аромате, а что не понравилось. Все, спасибо вам большое за просмотр, за компанию. Всем мира и добра, всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова